получили мы уже фотографии часто не знаю раз в два месяца или ну я не точно не скажу делают фотографии воспитательницы за 250 продают вот такой я не знаю тут пару штук 5 штук фотографии эти фотографии особенные потому что я река была день рождения от четверочка не зажигает свечи сидит на таком троне одевает корону довольный как слон и не знаю что это он говорит что все так делают они садятся в круг и я что-то там делает вот так как часики круто где-то на детской площадке я река еще в шапке холодно еще было когда фотографировали ребята всем доброе утро мы уже усеялись детками в машине мы спешим в садик мы сегодня едем садик всей семьей потому что но у нас как бы родительское собрание да то есть не все родители а только мы будем общаться с воспитательницей как там я рек садике но на самом деле я это официальная такая встреча а на самом деле постоянно периодически спрашиваем как там я рек то есть она рассказывает то есть как бы что она но и буквально не знаю но где-то неделю назад серёжа был садике говорил как там я река они общались как он себя ведет садике как он дружит как он ну все про все про ярика и тут она назначает нам уже официальную как бы встречу и серёжа сразу так и он что что-то натворил что-то не так лишь только общался ну вот так так что мы серёжа как раз выпало пару часиков свободное время не перед работой вместе доброе утро вчера тут куницу видел которая привезет провода в машине это ужас надеюсь что она в нашу машину не залезла я вообще не думал что наши знать как она выглядит конец как как у себя хорек и назвать длинный и зверь такой пристегиваемся зашли в магазин я не читаю просто купила булочки представляете я купила булочку и здесь есть грецкие орехи и если в серёжа не увидел и съел было бы беда у него ли он чеки на прочитал что есть в одну одну с броткин и как раз нет недавно говорили что грецкий орех нигде не используется вот на чего представляете булочка с грецким орехом такое впервые вижу если бы серёжа и и съела то было бы просто аллергия очень серьезно если бы он съел то за пару за пару минут или как она отёк этот образует винки короче это страшно я не ожидала что может быть у нас булочка с грецким орехом я все купила даже не посмотрела на реальность я просто в чеке не увидел название то я бы наверное ее попробовал пускай да так она просто коричневая но все так не видно какие орехи а здесь часто продают булочки с какими-то семечками и орехами и мы ее покупаем а вот это так короче все собрание уже прошло мы в отдельной комнате сели серёжа я хорошо что серёжа был до полчаса побеседовали был бланк написано у нее уже подготовились написали как ярик с кем дружит именно мальчиков как он себя ведет когда что он там были именно мальчиков да там написано якобы и этот написано было ты посмотрим потом разговор о развитии нашего ребенка сначала она рассказала что они про него заметили за это все время то есть как он себя ведет в группе с детьми как там то 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 как участвует во всех что делать самостоятельно а потом нас расспрашивала как у нас устроено дома какие у нас правила что мы делаем вместе что мы заметили за ним что нам там какие у него способности развиты и все такие у нас правила дома с полиной не в одной комнате сейчас поговорили мы рассказывали моей но когда уже подрастут дети через пару лет нам уже нужно будет будет чтобы дети спали отдельно чтобы у них были отдельные комнаты тут у меня варится суп сковородки сейчас еще купила чуть-чуть привели сейчас поджариваю просили уже трудно перед работой поезд они вот так обжаются жалко у меня нет чеснока чуть-чуть подогрели они вообще-то готовы просто надо разогреть стоит вот так возле дома скутер уже не первый день не привязан ничем и вот поверьте он еще будет так стоять и стоять нет ну конечно всякое может быть но то что вижу то рассказываю его никто не украл никто не увел так цукерочку не не дала конфеты не мы забула вона в коляске залишилось мы не будем ее естиме тату видавит дамо мы просто и ему не дали цюкерку мы забула мы видам о сегодня вечере нет ничего вкуснее свежего кокоса никакие кокосовые чипсы или стружка не заменят вам свежего кокоса да иди молоко папа полина кокосова выпила да вот так от кожуры я общищаю кокос нарежу сейчас пластинками какими-то кубиками будем есть с медом можно с творогом этот кокос очень сочный очень вкусный полинка вот на машинке ездила в магазине да да папа те купил лего такой бурлит да он разбивает камни там сокровище там купили мы еще арбуз и болтийку колеса это лего от 5 до 12 но я реку очень вообще сколько эмоций жалко что я не засняла как он все это строил уже построил есть вот одна деталь и тут паук пойдем это у тебя такой паук да петер подарил маленькая ли мы ему так благодарны потому что я думал что я реку еще рано ли на них написано от пяти лет и по 4 я думал рано еще но они рада горил я рек собрал и такой ну как понятно мы там помогали ярославу очень понравилось и в общем я ему пообещал что я куплю еще один конструктор мама купили вот такой вот экскаватор девисти это он болит бурлитом да добывает сокровища да муча теперь дви уцик и дви уцик а за окном уже стемнело я рек иди устанавливать крышу всем доброе утро я только после пробежки ну как уже прошло наверно где-то минут двадцать мои были здесь на площадке а я побежала там есть такая аллея я впервые здесь бегаю в этом районе по этой аллее и она просто шикарная это природа посмотрите как все зелено вдохните выдохните пахнет акация у нас цветет акация и вот я когда бежала то там просто целый ряд акаций я бежала я задыхалась скорее всего от этого воздуха от этого запаха тяжело вастенько сказала бы ксюша очень тяжело конечно было давно я не бегала но хорошо я собой довольна горжусь главное начать вот серёжа сегодня выходной до вечера уже потом идет на работу то я пробежалась и очень рада у меня я вверх себе еще не купила для пробежки нужно чего что-то такое не знаю какая-то легкая кофточка или что но штаны у меня вот такие кроссовки тоже уже списала для пробежки потому что я в них каждый день ходила там садик на пробежках взял и такие штаны очень удобные очень классные смотрите как у нас зелено привет ребята давно вам хотел рассказать про свой банк поменял я банк еще два два три месяца назад наверное уже поменял где-то ранее весной и все никак не мог с вами поделиться этой информацией до этого я два года использовал шпаркассу мы когда приехали нам наш персонал референт наш эйчар открыл счета в шпаркассе потому что он по моему тогда это объясняли тем что иностранцам без которые только-только приехали очень тяжело открывать счета в нормальных банках а шпаркасса всем с удовольствием открывает так вот поначалу шпаркасса брала деньги за счет моему 2 евро в месяц плюс за все там услуги снять деньги в другом городе или расплатиться в в магазине карточкой за это тоже полагалась комиссия за все и в итоге месяц набегала там примерно 5 евро комиссии а в последнее время уже шпаркасса последний год полтора брала каждый месяц где-то 8 евро за свои условия с меня то есть там какая-то фиксированная плата была по моему 4 евро в месяц и плюс комиссии за переводы которые осуществляют за мои платежи составляли еще там порядка четырех евро ну принципе да можно сказать там восемь евро небольшая сумма но я все считаю за год и за год набегает там 80 90 евро в год плюс еще я открывал для того чтобы брать в аренду машину кредитную карту который к сожалению так и не воспользовался потому что ее тогда открыл но она очень не пин-код пришел очень поздно и нам она уже была не нужна но в итоге за два года за эту кредитную карту я заплатил 60 евро тоже обонплаты вообще ее не пользуючись то есть мои расходы на шпаркассу составили за два с половиной года даже вот практически за три года примерно больше 200 евро в любом случае больше 200 евро я потратил просто на то что я пользовался их ним банка раньше то времени не было то еще какие-то причины то я забывал об этом просто в итоге я нашел время и поменял банк на инк диба они сейчас тем кто открывают у них счет дают пока что вроде до пишут до 31 0 5 85 евро на счет если вы открываете счет и на него капнет две ваших зарплаты по моему там вроде бы такие условия то через два месяца вы получите 75 евро бонуса поэтому если хотите открывайте очень удобный банк он дает сразу две карточки одну эту жира карт это текущий счет немецкий на который будет приходить ваша зарплата и вторую виза и с помощью визы в принципе можно практически в любых банкоматах снимать деньги ну в чужих банкоматах по всей германии даже если не ошибаюсь по всей европе даже без комиссии можно снимать там где евро валюта конечно там где чешская крона или польский злотый там будет по моему какая-то небольшая комиссия за преобразование валют перерасчет вот ну с банк замечательный интернет банкинг очень удобные две карточки полная свобода и ни за что не плачу я уже пользуюсь два месяца и очень доволен потому что он был совершенно нету никаких комиссий то есть вот просто у меня мои деньги капают к ним я делаю свои платежи и вообще никаких комиссий никаких обонплат вообще еще ни копейки им не заплатил пока что только они мне 75 евро заплатили за то что я перешел в их не банк так что если захотите подключайтесь по моей ссылке вам будет 75 евро и мне там какой-то небольшой бонус капнет вам приятно и мне приятно все спасибо всем за внимание это не реклама это действительно то чем я пользуюсь и